В преддверии Дня Героев Отечества прошел и Республиканский Кадетский Георгиевский Бал. Более двухсот молодых людей и девушек со всей республики на балу ежегодно показывают свое мастерство. В этот раз мероприятие посвятили наступающему году памяти и славы и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Юноши при параде в белых перчатках, девушки в бальных платьях, элегантные и нарядные, удивительная атмосфера кадетского бала, который собрал в Театре оперы и балета юных участников 18-ти бальных ансамблей со всей республики. Пусть вальс развивается мощно, легко и красиво. От такой красоты у любого может пойти кругом голова, но только не у этих пар. Офицерский бал – часть культурных традиций российской армии, потому обучение бальным танцам – обязательный предмет подготовки. За видимой легкостью, невесомостью, сила воли, терпение, упорство, выносливость. И не только в танцах. Кадетское движение нам дает внутреннюю силу, стержень, который помогает нам на всем жизненном пути. Знания маршировки, сборка-разборка автомата и магазина мне очень помогут в будущем. Хочу поступать в Сызре, военно-летное училище. В этом году бал посвятили предстоящему году памяти и славы. Это низкий поклон ветеранам, которые много лет рассказывают молодежи о доблести российских воинов. Дает им право и возможность гордиться своей причастностью к военной истории страны. За участие в военном параде в День Победы школьница Диана Александрова получила медаль Министерства обороны Российской Федерации. Парад очень сильно запомнился тем, что там было очень много ветеранов. И было очень волнительно. Когда сказали, что медаль Министерства обороны вручают мне, у меня сердце закололо. Воспитание я получила замечательное. Образование тоже в жизни пригодится. Кадетское движение уходит корнями в далекое прошлое, но при этом не теряет актуальности. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что в нашей республике оно активно развивается и имеет хорошие перспективы. Чувствую логкой товарищей, это очень важно, формируется командный дух. Я искренне хочу выразить слова благодарности всем родителям, которые создают эту возможность для своих дочерей и сыновей, выражаясь слова благодарности самим кадетам, потому что они находят время, силы, энергию. Сегодня в Чувашии 208 кадетских классов. Кадеты ежегодно участвуют и побеждают в республиканских межрегиональных всероссийских конкурсах, таких как кадет-приволжья, гвардеец. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.